Многочисленные вывески, баннеры и афиши, развешанные по всему городу, предлагают населению в канун Нового года приобрести всевозможные фейерверки. К сожалению, не все они способны сделать праздник незабываемым, так как нередко продавцы пиротехники не имеют на руках даже элементарного документа, подтверждающего качество товара. Чтобы обезопасить население от низкосортных фейерверков, сотрудники МЧС ежегодно проводят многочисленную профилактическую работу, но, к сожалению, нерадивых продавцов не становится меньше. Дело надзорной деятельности по Чистопольскому муниципальному району сообщает, что постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 3 декабря 2015 года введен особый противопожарный режим на территории Республики Татарстан, который будет действовать с 15 декабря по 10 января 2016 года. В период особого противопожарного режима будут осуществляться проверки всех объектов массового пребывания детей, объектов с круглосуточным пребыванием и, соответственно, места реализации и хранения пиротехнических изделий. Что касается места запуска пиротехники, ее нельзя будет использовать в 500 метрах от объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, а также в 50 метрах от автомобильных дорог, жилых домов, объектов массового пребывания людей. В прошлом году в Чистополе разрешили запускать фейерверки на стадионе, но из-за его реконструкции в этом году сотрудники МЧС рассматривают другие места для пиротехники. О них будет известно чуть позже. А пока напомним, что за несоблюдение особого противопожарного режима горожанам придется заплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 15 до 30 и юридическим лицам от 400 до 500 тысяч рублей. В прошлом году в условиях особого противопожарного режима при проверке объектов был выявлен ряд нарушений, которые касались пути эвакуации, автоматической пожарной сигнализации. Также при реализации пиротехнических изделий тоже были выявлены нарушения. Это у нас было в торговом центре «Мир», где на путях эвакуации была организована точка по продаже пиротехнических изделий. Но на сегодняшний день пока проверки показывают, что в настоящем предпринимателе делают все согласно правилам.